Все. Отцы, братья и сестры, матушки, приветствую всех. Продолжаю с вами изучать душеполезное поучение Авы Дорофея. Сегодня девятое поучение под названием «О том, что не должно лгать». Ну, как известно, отец лжи дьявол, и, конечно, это очевидно, что лгать не нужно. Ну, Авы Дорофея, начиная с того, что говорит, не все на это обращают внимание. И ложь бывает разная. Хочу вам, братья, воспомянуть несколько о лжи, ибо вижу я, что вы не очень стараетесь удерживать язык свой, отчего мы легко увлекаемся во многое злом. Заметьте, братья мои, что во всяком деле, когда я всегда говорю вам, можно приобрести навык и к доброму, и к злому. И так нужно большое внимание, чтобы нам не быть окраденными ложью, ибо лжец не имеет общения с Богом. Ложь чужда Богу. В Писании сказано, что ложь от лукавого, и что он ложь есть, и отец лжи. Вот, отцом лжи назван дьявол, а истинно есть Бог, ибо он сам говорит, а здесь будет истинная жизнь. Видите посему, от кого мы отлучаем себя, и с кем соединяемся ложью. Очевидно, с лукавого. Итак, если мы поистине хотим спастись, то мы должны всею силою и со всем усердием любить истину и охранять себя от всякой лжи, чтобы она не отлучила нас от истины и правды. И дальше Авадорофей говорит, что ложь бывает трех видов. Иной лжет мыслью, другой словом, а иной лжет самой жизнью своей. Теперь поясняем. Мыслью лжет тот, кто принимает за истину свои предположения я, то есть пустые подозрения на ближнего. Такой, когда видишь, что кто-нибудь беседует с братом своим, делает свои догадки и говорит, он обо мне беседует. Ну, то есть, когда один человек идет, идет, смотрит, два человека между собой беседуют, и он, у него мысль такая ложная возникает, и он ей доверяет. Они, наверное, обо мне говорят. А когда ближе подошел, они замолчали. Точно обо мне, значит, говорили, раз замолчали при моем появлении. Если они прерывают беседу, он опять предполагает, что ради него прекратили беседу. Если кто скажет слово, то он подозревает, что оно сказано для оскорбления его. То есть, видите, это уже сплошной субъектив. То есть, слово человек сказал один другому, что-то под ним подразумевая, мы можем принять это как обидное слово. Вообще, в каждом деле, он постоянно таким образом замечает, за ближним говоря, он ради меня это сделал, он ради меня это сказал. Он это сделал для того-то и для того-то. Таковой лжет мыслью, ибо он ничего истинного не говорит, но все по одному подозрению. От всего происходит любопытство, злословие, подслушивание, вражда и осуждение. Как-то мы с вами еще изучали поучение Авгодорофеи о том, чтобы не доверять своему разуму. Ну, в деле своего спасения, допустим, если наш разум что-то нам советует браться за какие-то подвиги или как-то поступить так или иначе, то на него не стоит сильно полагаться, поскольку наш разум, как и наше сердце, как мы в молитве читаем, семя тли во мне есть, то есть подвержены тлению, и ум и сердце это те области, где действует дьявол. То есть мы подвержены бесовскому влиянию. Бывает, что иной предположит нечто, и это случайно оказывается истинным. А он после сего, желая, как он говорит, исправить себя, уже постоянно за всем замечает, думая, если кто-нибудь говорит обо мне, то мне надо знать, какое мое согрешение, за которое он меня осуждает, и я буду исправляться. То есть такой ложный посыл. Знаете, он думает, если они что-то обо мне говорят, я подслушаю это. Ну, для чего послушаю? Конечно, с хорошей причиной я хочу знать, что они во мне плохого заметили, я тогда буду исправляться. То есть человек оправдывает свое любопытство. Во-первых, уже и начало сего от лукавого, ибо он начал ложью. Не зная подлинно, придумал то, чего не знал. А как может дерево злое творить плоды добрые? Если же он в самом деле желает исправиться, то когда ему брат скажет, не делай этого, или зачем ты это делал, он не должен смущаться, но поклониться и поблагодарить его, и тогда он исправится. То есть, если у нас есть согрешения, или немощи, или страсти какие-нибудь, то мы должны внимательно относиться к словам, которые нам говорят, замечаниям, поклониться и исправляться. А именно подслушать чужие разговоры, якобы с целью что-то про себя плохое узнать от них и исправляться, это неправильно. Ибо если Бог увидит, что таково его произволение, то он никогда не оставит его в заблуждении, но пошлет кого-нибудь могущего его исправить. Ну, то есть, если Бог видит, что у нас какую-то страсть, что-то такое, что нам помешает жить в вечности с Богом, то он обязательно устроит своим промыслом, чтобы кто-то нас обличить. А говорить, я верю своим догадкам для исправления себя и с этой целью подслушать и любопытствовать, это есть самооправдание, внушаемое дьяволом, который желает строить нам козню. И дальше воспоминает один случай Ава Торофей. Некогда в бытность мою в общежитии, то есть, как мы помним, в монастыре Ава Серида, где были и святые старцы в Арсенуфе, Иоанн, было мне такое дьявольское искушение, что я стал было по движениям и по походке человека заключать о его душевном устроении. И со мной встретился следующий случай. Однажды, когда я стоял, прошла мимо меня женщина с ведром воды. Сам не знаю, как я увлекся и посмотрел ей в глаза, и тотчас помысл внушил мне, что она в блуднице. Но лишь только пришел мне сей помысл, я стал очень скорбеть, и сказал своему старцу Аве Иоанну, «Гладыка, что я должен делать, когда я невольно замечаю чьё-либо движение, чьи-либо движения и походку, и помысл говорит мне о душевном устроении всего человека?» Старец отвечает ему так. Что же, разве не бывает, что иной имеет естественный недостаток, однако с великим усилием и трудами исправляет его? Потому и нельзя из этого заключить чего-либо душевного устроения. «Итак, никогда не верь своим догадкам, ибо кривое правило, ну то есть такой инструмент, по которому, скажем, ровность стены проверяют, вот, рейка такая, кривое правило, и прямое делает кривым. Мнения человеческие ложны, и вредят тому, кто предается им». То есть, Ава Иоанн говорит, что одни и те же недостатки в людях не говорят о одном и том же их душевном устроении. Но один, скажем, говорит, ну нервничает там, кого-то обзывает, скажем. И он на самом деле услаждается сам этой страстью и доволен, и не хочет исправляться. А другой, что привел похожее действие, но потом всю ночь мочает своими слезами постель свою, как говорит пророк Давид. То есть, каяется в этом человеке. И в этом случае один и тот же поступок внешний, он может быть совершен совершенно разными людьми. Один с покаянием живет, а другой живет у нерадимых. Поэтому не надо судить по внешним проявлениям, по внешнему состоянию человека. Итак, с тех пор, когда помысел говорил мне о солнце, что это солнце, или о тьме, что это тьма, я не верил ему, ибо нет ничего тяжелее, как верить своим мнением. Это, если укорениться в нас, то доводит до такого вреда, что мы думаем действительно видеть вещи, коих нет и быть не может. И скажу вам о всем удивительном случае, который произошел при мне, когда я находился еще в том обжидительном монастыре. Там был у нас один брат, которого очень беспокоила сия страсть. И он так следовал своим догадкам, что был уверен в каждом предположении своем. Ему казалось, что дело происходит непременно так, как представляет ему помысл его, и не может быть иначе. То есть такая самоуверенность в своих догадках. Зло со временем усилилось, и демоны довели его до такого заблуждения, что однажды, как он вошедший в сад, высматривал, ибо он всегда подсматривал и подслушивал. Видите, такое подозрительное очень было. Так вот, ему показалось, что он видит, будто один из братьев крадет и ест с моквой в саду. А была пятница, и еще не было даже второго часа. То есть, в это время все постились еще, ничего не ели. Итак, уверив себя, что он действительно видел это, он скрылся, ушел молча. Но потом совершается литургия божественная, и этот брат видит, что тот, который крал с моквой в саду ел, идет причащаться. Ну, конечно, он поспешил доложить игумену. Говорит, нельзя его причащать. Я видел утром, как он ел с моквой в саду. Вот. Игумен, значит, действительно позвал того брата, не дозволил ему причащаться на какое-то время и говорит, иди сюда. Ты ел с моквой? Он говорит, нет, я не ел. Ты был в саду? Я не был в саду. А где ты был? Ну, я был по послушанию, меня эконом посылал, в другой монастырь. Вот. И когда игумен спросил у эконома, тот подтвердил, да, я его отсылал на послушание и он действительно только-только поспел к литургии. Он в саду не мог быть в это время. Вот. Итак, отвечает этот монах. Владыка, я сегодня не видел сада и даже не был утром здесь в Кенове, но теперь только возвратился из пути и в этот час по окончании все нашего бдения, эконом послал меня на такое-то послушание. Потом эконом подтверждает эти слова. Вот. Когда игумен таким образом удостоверился, то отпустил с его брата идти причащаться. Видимо, причащение еще шло, говорит, иди, ладно, причащайся, хорошо. А призвав того, кто верил своим подозрением, наложил на него епитемию на казах и отлучил его от святого причащения. И мало того, он, созвав всю братью по окончании литургии, со слезами рассказал им о случившемся и обличил брат перед всеми, желая досинуть им троякой пользы. То есть перед всеми рассказал об этом случае. первая польза. Во-первых, посрамить дьявола и обличить все еще такие подозрения. Во-вторых, чтобы через сие посрамление был прощен грех брата и чтобы он получил от Бога помощь на будущее время. Ну, то есть таким обличением, чтобы спасти вот этой страсти. И в-третьих, чтобы утвердить братью, никогда не верить своим мнениям и много получив о всем и нас и брата. Он сказал, что нет ничего вреднее подозрительности и доказывал это случившимся примером. И много подобного сказали отцы, предохраняя нас от вреда верить своим подозрениям. Итак, постараемся брать, не верить своим мнениям, ибо поистине ничто так не удаляет не удаляет человека от Бога и от внимания своим грекам и не побуждает его всегда любопытствовать о неполезном ему, как сия страсть. То есть, когда человек с подозрением ко всему относится, а доверяет только самому себе, своим мыслям, то эта страсть удаляет человека от Бога. От всего не бывает ничего доброго, а множество смущений. От всего человек никогда не находит возможности приобрести страх Божий. Если же по причине порочности нашей посеиваются у нас лукавые помышления, то тотчас должно обращать их в добрые, и они не повредят нам, ибо если верить своим догадкам, то им и конца не будет, и они никогда не попустят душе быть мирным. Это все относится к первому виду лжи, ложь мысли. Ну, подытожим. То есть, он говорит, если своим подозрением доверять, если себе верить больше, другим, даже верить своим чувствам, они тоже могут обмануть, или посредством их дьявол может обмануть, то никогда человек не найдет мира. Но даже если посещают нас какие-то мысли подозрительные и прочее, надо их обращать в добрые мысли, как-то оправдать того человека, о котором у нас не очень хорошая мысль. об этом можно у старцев поиси Афонского почитать, как возделать добрые помышления. Теперь о лжи словом. А словом лжет тот, кто, например, от уныния, поленившись встать на обдение, не говорит, прости меня, что я поленился встать, но что говорит, у меня был жар, и я до крайности утомился работаю, и не в силах был встать, был нездоров. И говорит десять лживых слов, вместо того, чтобы не сделать одного поклона и не смириться. То есть начинает обманывать, лгать, вместо того, чтобы смириться, сказать, виноват, простить. Если он в подобном случае не укорит себя, то беспрестанно изменяет слова свои, и спорит, чтобы не понести укоризм. То есть оправдывается, ложные доводы приводит, обманывает. Тогда также, когда случится ему иметь какой-нибудь спор с братом своим, то он не перестает оправдываться и говорить, но ты сказал, но ты сделал, но я не говорил, такой-то сказал, и то, и другое, только лишь бы не смириться. Опять, если он пожелает чего-нибудь, то не хочет сказать, я этого желаю, но все извращает слова свои, говоря, у меня такая-то болезнь, и мне это нужно, это мне приказано, и лужо до тех пор, пока не удовлетворит своему желанию. и так и как всякий грех происходит или от сластолюбия, или от сребролюбия, или от славолюбия, то есть это три основно полагающие страсти, сластолюбие, сребролюбие, славолюбие, так и ложь бывает от сих трех причин. Человек лжет или для того, чтобы не укорить себя и не смириться, или для того, чтобы исполнить желание свое, или ради приобретения и не предстоит делать из ворот и ухищряться в словах до тех пор, пока не исполнит желание своего. Такому человеку никогда не верят, но хоть он и правду скажет, никто не может дать ему веры, и самая правда его оказывается невероятность. Иногда случается, что бывает крайняя необходимость скрыть дело. Если кто не скроет малого, то дело приносит большое смущение и скорбь. Вот это внимание, есть такое еще выражение ложь, конь во спасение из псалтирии, некоторые приводят, его неправильно трактуют, что можно ложь сказать во спасение, а на самом деле в псалтирии говорится о том, что в духовных вопросах конь не поможет спастись. То есть он лживой надеждой окажется. И вот некоторые говорят, что иногда можно сказать ложь для спасения. А в дорофей тоже это понимает, в священном писании это есть, тут пример приводится, давайте обратим на это внимание, когда можно сказать неправду. Ну скажем, как вы думаете, игумен Епифаний мог сказать правду литовцев про то, что уже сеча идет и надо спешить помогать мамаю против русских. Нет, конечно. Он сказал неправду, что ни тех, ни других еще нету, может не беспокоиться. И Епифаний открыл все подвалы, выкатили бочки вина, и литовское войско напились и опоздали на битву на поле после. Из-за этого мы еще выиграли. Либо Иван Сусанин, надо было ему говорить правду этим завоевателям. Или любой партизан, если бы он говорил правду фашистам, это значит неправильно. То есть надо сказать неправду. Когда встретится такая крайность и видит кто-либо себя в такой нужде, то может посему изменить слово для того, чтобы не вышло, как я сказал, большего смущения и скорби или обиды. То есть когда покрыть надо грех брата, бывает грех не к смерти и если кто-то другой ошибся и можно взять вину на себя допустим. но это в том случае если это не повлечет за собой большие проблемы а наоборот как-то смягчит ситуацию немножко. Но когда случится такая великая необходимость уклониться от слова правды то и тогда человек не должен оставаться беспечальным а каяться и плакать пред Богом и считать такой случай временем искушения. и на такое уклонение решаться не часто а разве однажды из многих случаев ибо как бывает слабительным то часто не надо принимать разве исключительно ну то есть любое лекарство не надо же им кормиться надо только когда болезнь вот так я сейчас где-то в другом месте наверное приводится я читал есть в псалтире такое что Давид изменили лице свое вот такой случай когда Давид постучался в ворота одного правителя ну а за Давидом он в гонениях тогда был и могли его убить и он решил спрятаться в городе причем того человека которому тоже досаждал свое время стучится стучится и стражники посмотрели узнали Давида донесли правителю правитель говорит надо его схватить Давид это услышал и сказали извини лице свое он притворился сумасшедшим стал говорить что попало для того чтобы не попасть в руки врагов чтобы его не пленили и потом когда стражники посмотрели говорят да он сумасшедший уже его не будем брать в плен и так Давид избежал плена и вот Авадорофей говорит иногда можно где-то что-то сказать но не часто и только чтобы предотвратить какое-то большое зло но не для того чтобы скрыть свой грех если человек решил лучше признаться покаяться получить даже эпитемию и исцелиться ну кстати сказать еще для нас всех важно что значит наказание от архиереи даже эпитемия какая-то допустим даже вплоть до того чтобы и не служить какое-то время бывает так что даже священник совершил какой-то грех будет по неосторожности пролил чашу допустим ну архиере тогда дает эпитемию на свое осмотрение и нужно ее понести это эпитемия для покаяния она дается вместо болезни был случай когда эпитемию архиерея не дал пожалел человеку но тот все равно получил травму и то время которое мог просто не следить он управлялся еще в больнице к тому же или допустим в монастыре дают поклоны для чего для того чтобы вот этот остаток греха его энергия греха даже после покаяния дается эпитемия для того чтобы человек подвязался против самой страсти против остатка осадка такого на душе поэтому надо всегда воспринимать церковное наказание как врачество и не смущаться этим теперь так третий вид лжи это ложь своей жизни Абадорофей говорит жизнью своей лжет тот кто будучи блудником претворяется воздержанным или будучи корыстолюбив говорит о милости и хвалит милосердие или будучи надменен девица смиренно мудрию восхваляет смиренно и не потому и не потому удивляется добродетель что желает похвалить ее ибо если бы он говорил сию мысли то он сперва со смирением сознался бы своей немощи говоря горе мне окаянному я сделался чуждым всякого блага и тогда уже по сознанию своей немощи стал бы он хвалить добродетель и удивляться ей и опять он не с той мыслью целью хвалит добродетель чтобы не соблазнить не соблазнять другого ибо он должен был бы всем случае думать так поистине я окаянин и страстен но зачем не соблазнять других зачем наносить вред душе иного и налагать на себя и другую тяжесть и тогда хотя бы он в том вышеупомянутом и согрешил однако же коснулся бы и добра ибо осуждать себя есть дело смирения а щадить ближнего есть дело милосердия но сейчас я это все поясню но лжец не по какой-либо из упомянутых причин удивляется как я сказал добродетели но или для того похищает имя добродетели чтобы покрыть свой стыд и говорит о ней как будто и сам он совершенно таков или часто для того чтобы повредить кому-нибудь и обольстить его ибо ни одна злова ни одна ересь ни сам дьявол не может никого обольстить иначе как только по видам добродетели то есть лжи о чем здесь говорится то есть человек не будучи сам владельцем добродетеля не будучи сам добродетелем человеком хвалит эту добродетель и Авадорофей говорит если бы он хвалил ну скажем сребролюбивый хвалит милосердие если бы он хвалил милосердие осуждая себя как сребролюбивого это было бы хорошо или если бы он хвалил милосердие для того чтобы не соблазнить ближнего имеется ввиду когда наши ближние тем более наши подчиненные видят наши страсти они могут нас осудить и могут сами расслабиться говорить ну раз священник такой мне уж куда я тоже буду денежки собирать так вот если кто-то из нас хвалит милосердие с целью просто не соблазнить ближнего то это еще хорошо Авадорофей говорит это человек еще коснулся и добра но чаще всего он говорит что человек лжет чтобы покрыть свой срам скажем сребролюбивым он хвалит милосердие чтобы подумать что он тоже милосердие сам дьявол преобразуется в ангела света потому что потому неудивительно что и слуги его преобразуются в служителей правды так и лживый человек или боясь стыда чтобы не смириться или как мы сказали желая обольстить кого-нибудь и повредить ему говорит об добродетелях и хвалит их и удивляется им как будто сам поступает так и знает их по опыту таковой лжет самую жизнь своей это непростой человек но двойственный вот как бы дуречка ибо иной он внутри иной снаружи и жизнь его двойственна и лукава вот мы сказали о лжи что она от лукавого и сказали о истине что она от Бога она есть Бог и так братья будем избегать лжи чтобы избавиться от части лукавого и постараемся усвоить себе истину чтобы иметь единение с Богом сказавшим аз есмь истина Господь Бог да сподобит и нас истины своей ибо Ему подобает слава держава честь и поклонение во веки веков аминь вот девятое поучение закончено сейчас 20-30 полчаса у нас прошло вот можно запись лжи лжи Продолжение следует...